Некоторые люди хотят платить в жизнь, но не то, что она сделала, но честность, достоинство, справедливость. Поэтому ее и убрали. Но так мне кажется, потому что других причин я не знаю. У нее тоже не было никакого бизнеса. Она не криминальный какой-то авторитет, а обычный человек. Просто очень деятели, для которых ее идеи, она их попыталась, наверное, воплотить в жизнь. А многим это не нравилось. Наши питания до вас. Трошки, если можно, спочатку. Вы тут, вы не знали, что будет какой-то акция. Вы сами еще давно пережили напад, замок. Слушайте, вы перебываете тут, какие у вас на душе дочиття? Опустошенность. Вот опустошенность, она уже полдня с момента, когда я об этом узнал. Ну, просто, знаете, когда человек пережил покушение и живое, это все-таки одно. А когда после длительной борьбы, получается, она фактически погибла. То есть те, кто на нее покушался, они добились, они фактически добились своей. При полном бездействии сохранительной системы. Все помнят, как задерживали вообще Невукову и виноват людей. Как нашли, якобы, законы. И дальше еще влечили. Порошенко сегодня разразился дневным постом, что ему очень жаль. У него в руках целый генпрокурор, который является его кумом. У него в руках служба безопасности Украины, у которой достаточно инструментов для того, чтобы выяснить, кто стоит за этими покушениями. Не исполнители. Исполнители – это пешки, которые делают свою работу за деньги. Кто заказал Гензюк, Сармата, Стерненко, Кузаконя, Козьму, Радченко, Устименко, меня. Кто хоть? Где есть хоть? Определенный, найденный хоть один заказчик этих преступлений. И их всех знают, но их не могут. Правоохранительные органы и государственная власть Украины не готова назвать эти фамилии. Еще один момент, если честно, я ожидал, что тут будет намного больше людей. Мы уже руки опустили? Чему все-таки тех людей, кто готов идти до конца, меньше и меньше и меньше? Многие боятся. Многие боятся, потому что если ты сильно стал смелый, то у тебя могут отобрать бизнес. Тебя просто придут проверять и закроют. СБУ придет, придет полиция, прокуратура, налоговая придет. Если ты этого не боишься, тебе могут сжечь автомобиль, могут угрожать твоей супруге. А потом могут просто или облить кислотой, или нанять наемного киллера, который тебя убьет. Это с одной стороны. С другой стороны, наверное, не так много знали, кто такая Катерина Ганзюк. И это в том числе действия, я так думаю, специально сделаны были. Потому что если бы чем больше людей узнало, кто такая Ганзюк, за что она пострадала, то и здесь бы их было больше, и у значительно большего количества людей возникли бы вопросы, ну как минимум к правоохранительным органам. Как минимум. А как максимум и к президенту, и действующей государственной власти в Украине. Некоторые пытаются отгородиться от этого, думая, что их это никогда не достанется. А достанется. Такая беда может прийти к любому домой. Когда-то, когда Труханов стал мэром города, и говорили, что какой у нас мэр, я еще тогда говорил, что коснется каждого. И когда разогнали, просто избивали, выбрасывали товар обычных дедушек и бабушек, торговавших где-то в районе Малиновского рынка на площади Конституции, коснулось тех, кто за них голосовал. Поэтому некоторые, я сказал, боятся, другие не знают. Третьи думают, что придя сюда, ничего нельзя изменить. По-другому мне сложно сказать. Я знаю, что зависит от нас всех. Каждый может что-то сделать. И если не бояться, как минимум говорить то, что происходит сейчас, то ситуация все равно должна измениться. И мне очень понравились слова, что она, как она там сказала, что я нахожусь в значительно лучшем состоянии, потому что меня лечат лучшие врачи. А справедливость в Украине и тех людей, которые это сделали, их уже нельзя вылечить. Ну вот, к сожалению, ее не удалось вылечь. Я очень надеюсь, что все-таки это состояние правоохранительной системы судов, государственной власти в Украине, что это еще можно хоть в какой-то степени вылечить. Потому что в противном случае, ну, это не государство. Это какой-то Сомали в центре Европы. Люди абсолютно бесправны. Искать защиты, но сегодняшний день не у кого. Ну, просто вы идете в правоохранительные органы, вам говорят, это не наша компетенция, идите в суд. Вы идете в прокуратуру, они говорят, у нас забрали полномочия, идите в полицию, идите в суд. Вы идете в суд, они очень долго вас мурыжат, потом там появляется какой-то человек, даже не с чемоданом, с какой-то пачечкой денег, или этому судье звонят, и он принимает то решение, которое выгодно тем людям, на кого вы жалуетесь. Кому идти, у кого искать справедливости. Люди уезжают из страны, и это никого не волнует. Ничего невозможно доказать, ни в судах, ни в правоохранительных органах, ни в прокуратуре. И это тоже никого не волнует. К чему мы тогда катимся? Так пытаются заткнуть всех, кто еще не боится открыто выступать. Ну, давайте тогда всех их убейте, взорвите, облейте кислотой, наймите на каждого киллера. Я не думаю, что это что-то изменит. Я ничего не поменял. Все равно Украина поменяется, вопрос только в том, когда и сколько мы за это заплатили. Я не думаю, что это не так. Спасибо. Спасибо. Я предважаю, что... Чему... Я... Добрый, твоя думка. Процент, это как видошли, не с тем, что это все-таки найдется замовник, замовника на тебя, на Михаилка, на всех активистов в Украине. Я верю в то, что замовники будут знайдені, но я не сподіваюсь на то, что это сделает правоохранительная система. Я думаю, что активисты и люди, которые также являются не боятся, которые следует в украине расследования, идут все-таки до истины. Потому что, как мы видим, сегодня с боку полиции идет тотальный саботаж расследований, и даже когда спецорганизаторы, виконавцы, або и другие спецучастники замахов на общественных активистов установлются, то нет никакой реакции правоохранительной системы. Скажи, будь ласка, как сейчас расследоваться на тебя? Да, нет. Совсем все три ніяк не прослуждаются. Останние следственные действия активные по проведению что до останнего замоку на мене были два месяца назад. И мы заявляли по питанию про допит особи, которая, на нашу думку, была спецорганізатором, и на допит виконавца. И по сегодняшний день эти люди недопитаны в криминальном укладении по замоку на мене. Не кажучи уже про поведомления про підозр, установление других приучастников, и, наконец-то, решит замоков. А по Антону Граченко вы там сказали, что он... Так, Антон Граченко сделал вельми звичную заяву про то, что, что он уже раскрыл злочины, которые были связаны с замоками на мене. Мы подали следственному кропотание про допит Антона Граченко. Слечий задовольня в наше кропотание, но допит еще не отбився. Я взагалі гадаю, что когда люди, которые причетны до правоохоронной системы, дают такие заявки и после этого нет какой-то правовой реакции, по поведомлению про подозр, то эти люди бездобные. Так. Разбіг пора была ураться бульки. 그렇уй. Туда еще не в земле.